Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Поехал я тут на медленный рынок к своему знакомому мяснику. И пока выбирал мясо, мы с ним традиционно поболтали. Как англичане говорят, это small top. Я выглядел на него на прилавке куриные потроха. Сердца, печенку там. Говорю, о, зовись ко мне тоже. Он, а, тоже паштет любишь. А ты в чем печенку варишь, в вине или в пиве? И тут я такой, не понял. Я вообще ее не варю. Я ее обжариваю или тушу. Ну, что-то среднее. Что это за фокус такой? С вином или пивом? Короче, так, слово за слово, я выяснил его рецепт. Из куриных потрохов и из кролика. Сейчас попробую и вам покажу. Очень интересно, что получится. Кролика разделана часть, чтобы в кастрюлю влез. У нас здесь вообще какой-то кроличий рай. В округе очень много и диких живет, и фермеры их выращивают, и в магазинах их много продают. Варить сегодня вообще все нужно в пиве. Можно, ради экономии, пиво пополам с водой разделить. Так как печенка куриная приготовится гораздо быстрее, чем куриные сердца и кролик, то ее буду закладывать в кастрюлю гораздо позже, когда кролик уже практически готов. Пиво он рекомендовал выбирать светлое такое, легкое. Вот так, и воды сюда. Теперь черный перец, лавровый лист, щедро так. Доведу до кипения, убавлю огонь до самого слабого и буду варить до готовности. И пока этот процесс идет, рублю лука. Много. Его надо будет обжарить в большом количестве сливочного масла. А вот морковь он в паштет не кладет. Я все свои паштеты готовил, обязательно с морковью. Посмотрим, что получится. Собственно, на этом вся подготовительная часть завершена. Нужно дождаться, когда кролик сварится, сердца тоже, когда лук обжарится. Кстати, когда он обжарится, подрумянится. Я нагрев выключу, пусть остывает. Отвлекся несколько. Кролик сердца уже полностью сварились, так что вынуть все из пивного гульона. В кастрюлю отправлю в печенку. Минут за 8-10 она сварится. Естественно, я все перебрал в поисках желчных проток. Все лишнее вырезал. Пока сниму с костей кролика все мясо. Печенка тоже сварилась, надо пробить все в блендере до однородности. И печенку, и кролика, сердца и лук. Сразу же добавлю жирных сливок. Не обязательно пользоваться именно таким блендером, и погруженой прекрасно с работой справится. Все, пробиваю до однородности, приправляю солью, перцем, мускатным орехом и, очень важный момент, секретный ингредиент от моего мясника. Немного бренди. Мерная стопка. Ну что, начну процесс. Мерная стопка. Вам интересно, что получилось? Надо переложить форму для длительного хранения. Так. Ну, по запаху это такой стандартный паштет, который я готовлю, но аромат бренди присутствует. Это интересно. Аромата пива не ощущаю. Вот когда варилось мясо кролика, печенка, а аромат был и очень приятный. В принципе, очень приятный получается запах у мяса, когда оно варится в пиве. Не знаю, заслуга ли это кролика, пива или бренди, но вкус очень интересный. Такой, знаете, может быть, просто он непривычный. Не такой стандартно паштетно-печеночный, но интересный. Знаете, я, наверное, попробую еще и просто куриную печенку готовить в пиве. И это интересно. Ладно, да и так буду за кадром. Огромное спасибо за компанию. Попробуйте вариант приготовления паштета от испанского мясника из кролика и куриной печенки. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok